История на форуме. Слово кунг-фу стало модным только в 20 веке благодаря американским голливудским блокбастерам с Борюсом Али. В оригинале же боевое китайское искусство национальное, которым занимается каждый китаец. Называется Ушу. А кунг-фу дословно означает достижение некого опыта человеком, достижение результата или просто уровень мастерства. Такое символическое слово в китайском языке. Поэтому там до сих пор употребляется кунг-фу в отношении любой профессии. Будь то там повар или еще кто-то. Сегодня мы будем постигать со зрителями портала генералзадефиздх.ру вместе с онзерейном онзер привет. Привет. Так, давай, чтобы хоть познакомимся. Меня зовут Сергей. У меня Евгений. Евгений. Будем знакомы. Евгений, у меня к тебе вопрос. Расскажи хоть немножко о себе, чтобы мы представляли, не знаю, откуда в твоей жизни взялись генералы. Сколько ты в них играешь, скажем так. Ну, все началось с реборна. То есть с товарищем по сетке гоняли реборн через телефон. Ну и потом что-то решили. Товарищ очень часто меня выигрывал, но я решил найти в интернете способы борьбы с товарищем. Ну и там познакомился со спецом, который меня начал переманивать в генерала, в Зарахор. И потом вот так я через спеца вышел, можно сказать. Помню, как у нас двоих там. Я и еще там какой-то товарищ. У нас двоих лупил. Но потом мы собрались, его все-таки отлупили в третьем раунде. Ну, было интересно. И решили все-таки перейти с товарищем с моим на Зарахор. Хотя после реборна казалось-таки расстояние маленькое. Вообще все так неудобно. Все застремно, блин. Ну, решили. Раз куча народу играет в эту игру, то, значит, нам надо тоже переходить на нее. Вот такие дела. Ну, если ты как бы давненько, получается, уже играешь на нее? Ну, я не знаю. Когда я на форуме зарегистрировался, года два уже, наверное, третий год. И тут, как я его начал, именно в Зарахор сам играть начал. Окей, у нас в изучении кунг-фу есть первая глава. Как ты, наверное, уже заметил, я тут набросал небольшие тезисы, чтобы товарищ спец не суетился, не кричал, не бегал в панике по форуму. Называется Даркон во мне. Предлагаю поговорить о том, что зачем, собственно, мы, говорят, затеяли вот это все. Напомни мне, насколько я помню, у нас началось с того, что ты мне сказал хочу в про-лигу, да? Или я ошибаюсь? Ну, я вообще-то не говорил. Ну, что-то такое набросал там на форуме. Картинка там была такая интересная. Ну, почему бы нет? В принципе. Тоже интересно. Он легенда кричит, я про. То есть, надо тоже попробовать. Это все из-за легенды получается, да? Да нет. Почему? Тогда вот хотелось бы понять, что для тебя... Ну, правильно я говорю? Ты хочешь про-лигу или ты хочешь какой-то поздать кунг-фу космического масштаба? Ну, да, кунг-фу лучше, чем про-лигу. Есть же люди, которые не играют в про-лиги, но они такие мастера, кунг-фу. Ну, это же бесконечный путь. Ну, конечно. Но есть минимальные цели, которые мы озвучивать не будем. Минимальные, какие-то? Секретные, да, такие. Ну, это ты про легенду, в принципе, уже проговорился про маленькие цели. Ну, пока что с легендой-то я справляюсь. Все-таки играем в сном так. Можно сказать, наравне. Так что, есть повыше товарищ, который надо набрать задницу. Повыше, да? Слушай, а вот... Ты хочешь про-лигу, ты готов тратить на это? Какое-то там, не знаю, время? Время? Ну, конечно. Ну, а какое? Ну, время тренировок, как обычно. В какое-то время, в неделю, там, к примеру. Ну, какое? Ну, это уже от тебя зависит, как ты бы свободен. Ага. Я-то, в принципе, практически каждый вечер могу. То есть, ты залипаешься, кунг-фу, курицкут. Конечно. Ну, и за про-лигу, ну, про-лигу, конечно, в этот раз не удастся попасть. Почему-то так не может? Ну, потому что нужны кое-какие навыки. А какие-какие навыки называют, что? Ну, какой-то один удар такой, кунг-фу, можно мощно отработать. Мощный удар, да? Помнишь, как они эти, вот старт, они что-то стояли, он там, 20 лет отрабатывал удар правой рукой в дерево. Вот он стоял, отрабатывал. И он был сильным в этом. Слушай, ну вот ты станешь самым самым злым конфлистом в мире, что ты будешь делать. Пойду на пенсию. Ну, то есть, сразу же бросишь, да, вот это играть? Да нет, ну, это же не для того, чтобы какая-то там прям цель вот всех выиграть-то. Просто интересно. Просто когда у тебя уровень повышается, то сама игра становится еще интереснее. Вот так вот, да? Да. Или думаешь, секретным ударом тебе было это интереснее, да? Да. У него же тоже какой-то есть секретный удар у оппонента. Он там удар ногой отрабатывает 30 лет, допустим. Стоит дерево, пинает, да? Ну, вот там мы будем удар рукой отрабатывать так 20 лет. Ну, утрирую, конечно, 20 лет, но покороче срок, наверное, будет. Так, ну, давай тогда подведем итог наших целей, чтобы мы понимали, что движемся к одной из них. Что мы с целью поставим? Чтобы ты попал в пролигу, да, в этом сезоне? Я правильно тебя понял? Ну, не в этом, но, может быть, в следующем. Может быть, на пенсии? Почему? Не так. Ну, давай попробуем на этом. Попробуем? Или ты веришь, что ты попадешь на нее? Да, ну, начинай верить. Скажи, что они в тянубы в конце концов. Что-то я не знаю прям. Не молчишься. Да ладно, я культурный человек. Зачем так обижать людей? Хажешь культурный, ты должен быть агрессором, как Джонни Лапша. Веришь, что ты поработишь, есть мир. Ты хотел сказать, как легенда. Ну, или да, как легенда. Да, он как как Мухаммед Али. Он так тоже вначале всех пугает, так как захочешь с ним играть. Он, да ты, ну, сейчас я тебя одолею. Начинается такая психологическая игра. Он, да ты знаешь, с каких я людей выигрывал. Вот так надо, наверное, тоже, да? Вначале напугать противника, а потом начать его разделывать. Так, понял тебя. Слушай, тогда у меня еще вопрос в этой главе называется Почему ты считаешь, что мое кунг-фу сильнее твоего? С чего ты взял? Твое кунг-фу? Да. Не знаю. Надо, потому что я тебя не выигрывал. Сказать, я выиграю, тогда можно будет сказать, что ты состоялся как учитель, а я как ученик. Согласен? То есть, ты считаешь, что я в чем-то лучше тебя играю из-за того, что ты пару раз мне проиграл? Ну да, наверное. Почему нет? Ну ты же там читал, что мы положим, что Детройт выигрывал три раза подряд Плоткина. Получается, кунг-фу Детройта больше? А может, от другого зависит. От чего? От чего это. Ну не знаю, от настроения, с которым садишься. Ну бывает, что выигрываешь некоторых товарищей. Довольно сильнее меня, которые играют. Бывает, у меня такое бывает. Но с тобой, в принципе, мы мало играли, я так скажу. Просто я хочу понять, что ты хочешь у меня перенять, потому что в моем понимании, смотри, какое мое понимание. Есть какая-то цель, то человек тренируется, готовится к ней. Не знаю, турнир, матч, какая-то игра. Если это ему принципиально, действительно. Если не принципиально, мы это не рассматриваем, потому что, какая разница, прыгал он проиграл или проиграл. Ведь ему не важно. Если важно, ты готовишься и в большинстве матчей, турниров человек, который лучше подготовился, он выиграл. Так вот, рассматривать кунг-фу не как состояние, а как процесс или какое-то там действие перед чем-то. почему ты считаешь, что если ты не потратишь на подготовку больше меня времени, твой кунг-фу будет автоматически лучше? Ты не думал о таком подходе? Возможно. Возможно? Давай попробуем. Прорваться. То есть, ты не уверен в таком подходе, но хочешь попытаться его прочувствовать, да? Ну, в каком-то случае, да. В каком-то нет. Желание есть. Ну, ладно. Окей. Окей. Прекрасно, прекрасно. Так, ну, давай с тобой будем двигаться дальше. Мы двигались о нашей цели. Давай я катетизирую эту цель для наших зрителей. Как многие наши зрители знают, кто-то, может быть, не знает, будет смотреть через 157 лет. На днях стартанула у нас лига пятый сезон лиги нашего портала, в котором все игроки поделены на пролигу, буквально 15 участников пролиги. И любительская лига, поделенная на две группы по 30 человек, аж 60 желающих пробраться в пролигу, попадет в пролигу, лишь поправь меня, Евгений, если я неправильно понял, 5 человек. Или три? По-моему, пять. Так, подожди. Или три. Нет, я так понял, что трое первых попадают автоматически, и четвертое, пятое играет перед таковые матчи. Наша задача войти получается в пятерку в группах на данный момент сформированных, и потом в десятки попасть еще как минимум в пятерку. То есть два раза занять места ниже пятого. Вот такая у нас минимум. Так, кто нас слушает, пожалуйста, отпишитесь в чат, в чат, в который можно зайти с главной страницы по кнопке. лайв стрим. Как звук у нас в селе слышит? 12 человек смотрят вьюеров. все ли слышат нас вместе с Евгением, потому что бывает, что один голос тише, другой громче, не очень коротко слушать. Так, ну, с тобой тогда давай начнем потихонечку. Следующая глава у нас называется рукоять меча. в ней мы будем обсуждать девайсы. Суть этой главы очень простая. Ты как воин кунг-фу должен держать в руках правильный меч за правильное место. начинается как бы наверное компьютерная игра. Что мы будем с тобой подразумевать? Вопрос конечно во многом можно обсуждать, но я тебе наверное буду просто либо давать советы, что надо заиметь, либо просто убежусь, у тебя все в порядке с этим. Меня интересуют мышь, ковер, клавиатура и монитор. Ну и компьютер сам по себе. Давай начнем по порядку. Для комфортной игры я считаю, что нужен как можно больший уровень фпс. То есть их много не бывает. Если кто-то считает, что супер современный компьютер генерал не понадобится, на самом деле это не так. То есть играть на 450 фпс намного комфортнее. Евгений, я правильно тебя понимаю, что ты ощутил разницу между 70 и 170 фпс? Ну да. Ну к чему это не знаю, в тормозах каких-то там. Ну в принципе так не очень конечно, но когда будешь управлять хамерами конечно это больше заметно. разница в принципе понятна, да? По ощущениям 70 и 170. Ну да. Примерно такой же разницы между 170 и 300 и 600 так скажу. Поэтому компьютер всегда нужен мощный. Кто не знает, как бы просто в данный момент стрим запущен. У Евгения у него из этого фпс.